Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России» Краснодарского края уделяет особое внимание необходимости развития на Кубани системы национального образования и преподавания армянского языка и арминоведческих предметов. То есть, на Кубани, где проживают несколько десятков разных этносов, именно армянский язык получает статус, практически равный статусу русского языка. А если так пойдет и дальше, то армянский язык станет основным на территории Краснодарского края. Для этого сейчас закладывается вся необходимая основа в систему российского образования. В настоящее время в армянских СМИ, вещающих в России, ведется активная пропаганда армянского языка. Да и российские «звезды», вроде Гарика Мартиросяна, Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Натальи Еприкян, Маргариты Симоньян, Тины Канделаки и прочих заняты продвижением армянского языка в России. Две последние, находящиеся в статусе закадычных подружек, как бы невзначай воркуют на армянском на сайтах российского агентства «Спутник». Мартиросян тоже публично учит Бузову армянскому, а российские кинематографисты армянского происхождения аккуратно вводят в свои фильмы армянских персонажей и армянские речевые обороты. Все это политика. В сознании российского общества вдалбливается как норма повсеместное звучание армянского языка. На юге России армянство пытается придать своему языку статус едва ли не второго государственного. Российскому обществу внушают, что армянский язык – древнейший и «величайший», а потому учить и употреблять его «величайшие блага». Армяне творят свою историю за чужой счет, уверенно лгут и заставляют русских поверить, что с какого-то там армянского Нагорья якобы началось распространение народов по всему миру. Армянская диаспора Юга России утверждает, что «эта теория в научном мире представлена как «армянская теория». Вот под этими предлогами глава Союза Армян России Краснодарского края Камоэропетян настойчиво продвигает в русских школах на Кубани преподавание армянского языка и так называемых арминовеческих предметов. А что такое «арминовеческие предметы»? А это значит, что промывка мозгов российским детям будет осуществляться уже в школьном возрасте. Российские дети на Кубани должны думать, что они живут на армянской земле, и все, что их окружает, это «армянская история». Вот так, тихой сапой Россия теряет Кубань. Любопытный пример. Отдел образования Союза Армян России Краснодарского края 21 и 22 августа провел краевую практическую конференцию «обучение и воспитание», в которой приняли участие более 50 преподавателей из двух десятков городов и районов Кубани. Обратите внимание, что они изучали и над чем работали. Над проектами создания Краевого образовательного центра по изучению армянского языка, истории армянского народа, Армении и Армянской церкви. И все это происходит в России. Армянский язык, армянские центры, армянская история, армянская церковь. А завтра армянская автономия. Армянская церковь.